Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Эти слова Чехова знакомы каждому, однако соблюдают это правило далеко не все. Поэтому бригада людей в спецодежде каждый день выходит на улицы городца, чтобы привести их в порядок. Дмитрий Ганичев, к примеру, сегодня в ответе за новую прическу кустарника в сквере микрорайона Невского. Подстрижка кустов, пилка деревьев, козьба, травы. Вот это в основном в обязанности входит. А работа сложная? Ну, относительно. Физически, наверное, сложная, да? Тяжелая. Физически, да, устаешь, особенно вот когда жара. И если у Дмитрия работа на участке благоустройства постоянной, то его напарник здесь только на время летних каникул. Никита – студент, устроился сюда на подработку, о чем, говорит, ни разу не пожалел. Работается здесь нормально, то есть удобный график в любом случае. Ты работаешь немного утром, успеваешь. Ну, сходить на обед, есть свободное время, и затем еще работаешь тоже до 4-5 часов вечера. Вот коллектив здесь тоже очень хороший, все добрые, отзывчивые люди. Фронт работы сотрудников участка благоустройства, который был создан в городце в начале этого года, огромный. Содержать в чистоте и порядке все общественные пространства, скверы, памятники, а также детские игровые и спортивные площадки, которые принадлежат городу. Это сбор так называемого беглого мусора, уборка тротуаров, выкостровы, спил аварийных деревьев и озеленение, посадка деревьев, кустарников, цветов и уход за ними. Из работ, которым еще мы занимаемся, это ремонт лестниц, мостовых переходов. У нас в этом году была отремонтирована лестница, очень такой проблемный, можно сказать, переход Фурманово-Северный, заменены ступени на лестнице Гагарина-Щерца. Сейчас производятся работы по частичному ремонту, пока что на будущий год мы планируем ее полностью как бы отремонтировать, это Росково-Сипенко. В штате 19 человек. Это их стараниями, по словам Александра Бубнова, ежедневно очищается от мусора 60 тысяч квадратных метров газонов, порядка 120 урн, 10 контейнерных площадок. И это лишь малые толика всего объема работ, которые, как заверил начальник участка благоустройства, выполняются на совесть. Вот только горачане порой ведут себя недолжным образом, приводя в негодность лавочки и качели, кидая, где попало мусор. Ведь чисто не там, где убирают.